Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Дорожный комитет Кировской области отказался от покупки иномарки. Ранее стало известно, что Дорожный комитет готов приобрести Хавейл или его эквивалент за 1 миллион 999 тысяч рублей. Информация появилась в СМИ. Наша радиостанция также напомнила о словах губернатора Александра Соколова о том, что в сегодняшнее время никакой речи о закупках иномарок или дорогой мебели для чиновников идти не может. А сейчас стало известно, что аукцион отменен. Причину прокомментировал зампред Алексей Жердев. По его словам, Дорожному комитету, конечно, нужны машины высокой проходимости. И машина марки Хавейл внесена в список автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими. Цитирую. «Но мы с коллегами уже принимали решение, что новую технику приобретаем только отечественную. Дано указание оперативно отменить эти торги. Примем меры дисциплинарного воздействия». Конец цитаты. Экономика. Карту туристического потенциала Кировской области предложили сделать для инвесторов. Идея родилась в эфире нашей радиостанции. Мнение о том, что было бы удобно иметь наглядное представление о расположении туристических точек притяжения в регионе, высказал президент Фиатской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. По его мнению, руководству региона стоит нанести на карту значимые туристические места, чтобы было видно, что и где нужно развивать. Где-то не хватает места общепита, где-то точек для ночлега, где-то заправки, а где-то нужны указатели. Главный редактор радиостанции Кировград Владимир Сметанин предложил сделать такую карту одним из слоев инвест-карты Кировской области, чтобы ей могли пользоваться те, кто готов вкладываться в бизнес в нашем регионе. В эфире «Экономика». Аромат Кировской области создадут местные производители косметики. Представить его хотят на деловом форуме в Казани. Поделился в эфире нашей радиостанции директор центра «Мой бизнес» Владимир Скобелкин. Аромат представят на стенде нашего региона. На выставку привезут эфирные масла деревьев и растений, которые растут в Кировской области. Пикты ели можжевельника. Цитирую. Мы грамотно смешаем эти и другие ароматы. Надеемся, люди из регионов и стран, где нет в таком количестве лесов, как в Кировской области, придут на это благоухание. Рассказала представитель компании «Натура Ботаника» Елена Беляева. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове.